в прошлый раз нам задавали немало вопросов про квантовые компьютеры и вычисления это тоже пожалуйста к нашему уважаемому спикеру но наиболее интересная для меня часть все-таки касается в общем-то человеческих отношений и моделей выстраивания то есть это и австрийская экономика и спонтанные порядки это очень интересная тема которую я к этом на части затрагивал прошлый раз и как это все связано с биткоином как это все связано с криптовалютами можно ли двигать только деньги или мы при помощи новых наших технологий имеем возможность как-то так сказать иметь дела с немонетарными какими-то активами то есть вот я думаю что эти и возможно некоторые другие темы сегодня виктор нам расскажет немного в формате соло и потом мы попробуем я персонально сторонник какой-то каких-то живых дискуссий чатов и так сказать fireside чатов с аудиторией поэтому мы попробуем некоторое время потом пообщаться именно в формате какие-то вопросы я буду задавать какие-то вопросы you are very welcome задавать тоже все прошу спасибо всем добрый вечер давайте наверное закроем все таки какие-то вопросы до оставшиеся открытыми после предыдущего лектора и все таки попробуем разобраться в том что такое деньги экономика платежи и как нам всем с этим жить зачем придумали блокчейн какую роль играет в этом биткоин является он деньгами или нет и так далее начнем пожалуй с денег для того чтобы разобраться в том что такое все-таки деньги да не привлекая ракушки топоры золотишко и все прочее давайте для начала как было тут звучало несколько как бы версии относительно того что есть деньги это и долговые обязательства и энергия и товар и что-то еще называлось давайте наверное попробуем себе вот представить у нас есть какие-то сущности перед нами и как мы понимаем что вот это деньги или не деньги то есть какими свойствами должны обладать деньги чтобы мы их воспринимали в качестве таковых у кого-то есть идеи так 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 а к чему это приводит то есть вот хорошо это средство накопления но какими характеристиками этот товар должен обладать чтобы быть средством накопления хорошо а он должен быть редким то есть если мы хотим иметь средство накопления наверное мы хотим знать что это настолько редкая штука и настолько дорогая что на рынке не может появиться огромное количество этого товара и и цена соответственно того что мы накопили упадет потому что его редкость на рынке уменьшится так хорошо делимость имеет значение да компактность конечно транспортабельность да ну вот собственно говоря мы пришли к достаточно простому определению того что есть деньги этот товар который служит для обмена и может служить средством накопления капитала потому что он обладает такой характеристикой как редкость мы складируя его условно в какой-то чулок трезор или что-нибудь еще уверены в том что больше этого товара на рынке не станет и накопив достаточное количество мы его можем куда-то вложить и начать какое-то дело купить что-то ценное в общем использовать его как деньги то есть ценность его при этом не не уменьшается как минимум а желательно еще и увеличивается он должен быть соответственно как бы легко делимым да то есть как бы со слитком золота неудобно ходить покупать кофе нужно над филёчком будет там отпиливать от него понемножку он должен быть достаточно компактным для того чтобы его можно было перемещать и ну легко транспортабельным на большие расстояния поскольку мы живем как бы глобальной экономики да соответственно как бы с деньгами немножко разобрались давайте разберемся с тем что такое экономика то мы тут говорим вот экономика экономика что это собственно говоря такое и чего оно состоит кто мне подскажет какие есть идеи ну 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 кто кто хотел сказать кто или все стесняются ни у кого нет идеи вот мы мы все как бы участники экономической деятельности да и чего она состоит правильно да то есть это какие-то обмены теперь как бы вот мы меняемся все чем-то на что-то и эти обмены могут быть очень разными да то есть во первых этот обмен может быть добровольным второе это когда к вашей голове приставили пистолет и вы меняете как бы свою жизнь на кошелек скажите вот в экономике каких больше обменов добровольных или вот вот этих с пистолетом ну предположим украины то есть скольких актах добровольного обмена вы участвуете в день и сколько у вас как бы отнимают в процессе вот в процентном соотношении ну да но все равно там невеликой то есть если в процентном соотношении то больше добровольных так больше добровольных звичайно потому что экономика росте в каком випадке в таком когда в умовах добровольности будь-який акт обмена взаимовыгодный перейду уже опять на русский чтобы не не выбиваться из конвы по сути дела тут у нас экономика растет в процентах да то есть почему почему так происходит потому что в момент обмена контрагенты они соглашаются по части цены но не согласны по стоимости то есть они меняются тем что для одного кто-то отдает менее важное для себя для того чтобы получить более важное для себя и с противоположной стороны мы видим как бы противоположное отношение к этому товару да то есть кому-то сейчас вот хочется яблочек получить и он хочет дать за них деньги а у кого-то этих яблок дофига ему надо их наоборот отдать получить себе деньги для того чтобы там обработать эти яблони купить себе там чего-то другого еще поесть и так далее и тому подобное благодаря этому все получают выгоду в процессе этих этих обменов и у нас вот совокупность вот этих как бы мелких сделок которые там завернуты в контракты в какие-то длительные процессы участвуют в абсолютно громадных каких-то технологических вот последовательностей потому что ну мы живем в очень как бы технологизированном мире да и даже для того чтобы вот сделать простой карандаш который деревянный с грифелем нужно произвести 120 достаточно сложных технологических операций то есть это требует как бы специализации это требует развитой достаточно промышленности и вот всю вот эту вот сложнейшую структуру должно что-то питать но при этом как бы основным критерием ее развития является добровольность соответственно мы приходим к тому что экономической деятельностью является совокупность добровольных обменов то что не добровольно да то есть когда к нам приставляют там пистолет когда у нас забирают 20 процентов НДС из чека когда нам нужно платить налоги это уже как бы не добровольный обмен которые по сути дела уголовным кодексом квалифицируется как грабеж да это завладение имуществом лица осуществленная группой по предварительному сговору под угрозой применения насилия вот просто как бы государство сделано так что оно занимается тем за что граждан сажают в тюрьму или расстреливают для государства это собственно говоря достаточно почетный род деятельности и этим оно занимается естественно совершенно как бы безнаказанно потому что оно еще кроме всего прочего и монополизирует старается точнее монополизировать право на применение насилия слава богу у него это как бы не очень хорошо получается если более или менее адекватные люди живут в стране но как бы вернемся к экономике так у нас есть сеть очень большая всепланетная добровольных обменов и есть некоторые скажем так ну вот там где везде везде где есть какой-то обмен веществ что-то происходит какие-то сложные процессы мы везде 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 в природе можем найти паразита который где-то там значит присосался к этому потоку и вот от него отхлебывая не принимая участие в деятельности именно экономической вот этой системы он себе значит сосет жиреет оказывает какое-то влияние на на всю вот эту вот структуру собственно говоря вот есть наука паразитология которая в принципе занимается на достаточно абстрактном уровне всеми этими вопросами и как бы в экономике эти схемы паразитирования они работают абсолютно точно так же а значит каким образом это все связано с криптовалютами мы знаем что экономика эволюционирует то есть она развивается технологии позволяют нам переходить на какие-то качественно новые уровни то есть происходят постоянно какие-то скачки которые связаны там с развитием транспорта с международной торговли с появлением там международных платежных систем и так далее вот но как бы в процессе развития и в процессе развития в том числе и как бы паразита в экономической деятельности как говорил вот в предыдущем докладе Миша в семьдесят втором году мы пришли к отмене бреттон-вудской системы в экономике вообще исчезли деньги те деньги которые мы с вами дали определение вот в самом начале моего выступления то есть если мы достанем из кармана гривну и дадим себе честно отчет по поводу того ну вот является ли она деньгами по нашим выведенным критериям мы должны будем признать что нет не является потому что во первых она нам не принадлежит это собственность центробанка во вторых как бы гривна она является фиатной валютой что такое фиат да фиат люкс да будет свет она как бы принудительно является деньгами то есть есть закон который говорит о том что гривна это единственное средство расчета между контрагентами на территории Украины все остальные незаконные и если вы будете торговать за что-нибудь другое то вас по идее должны немножко сажать тюрьма соответственно как бы этот рынок обменных товаров которые являются деньгами он в современном мире абсолютно лишен конкуренции то есть мы не можем практически выбирать между лучшими и худшими деньгами на практике конечно можем тем более если мы вспомним там допустим начало 90-х годов и как мы все выживали благодаря долларовым накоплениям поскольку как бы гиперинфляция купонов носила такой характер что в общем их совершенно невозможно было складировать их невозможно было использовать как средство накопления потому что как только тебе эти деньги попадали в руки их сразу нужно было тратить потому что на следующий день они уже стоили меньше менялась их покупательная способность в таких условиях никакая экономика не заведется по той простой причине что экономическая деятельность очень сильно зависит от возможности накопить капитал для того чтобы начать начать какой-то бизнес итак в 2008 году у нас появляется как бы биткоин который является по определению частными деньгами у него нет центробанка нет центрального регулятора но вместе с тем он никому не принадлежит то есть сеть состоит из узлов работающих по единым правилам и узлы принадлежат как бы отдельным людям организациям кому угодно но совокупно вся сеть она не имеет как бы какого-то центрального владельца и таким образом в 2008 году мы увидели то что в экономику начали возвращаться настоящие деньги потому что если мы посмотрим на биткоин мы увидим что вот он как раз соответствует всем вот этим требованиям критериям которые позволяют нам отличить деньги от неденег то есть он редкий да может быть добыто всего 21 миллион монет 17 миллионов наверное или чуть больше в настоящий момент уже намайнено он делим до бесконечности сейчас мы как бы делим его до восьмого знака после запятой но это как бы вопрос изменения протокола можно делить его там хоть хоть до бесконечности да кир нет ну не не получится это это же должен понимать почему это это будет уже просто как бы не биткоин да а как бы основные ну все держатели ноды не заинтересованы как раз в том чтобы играть по неизменным правилам и и все и все держатели да то есть ну как бы производных появилось очень много совершенно не зря потому что как бы биткоин он является как это не смешно слишком хорошими деньгами хорошими есть такой в экономике закон грешема который говорит о том что плохие деньги вытесняют хорошие деньги из оборота плохие деньги это те которые быстрее дешевеют по отношению к другим деньгам то есть вот когда биткоин рос 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 с глупом да и допустим у вас была карточка там не знаю ксапа с биткоином и карточка там приват банка с гривнами и вот вы заходите в кофейню и покупаете чашку кофе какой валютой вы бы платили за эту чашку то есть ну очевидно что гривни а биткоин бы придерживали потому что он растет 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 вот это собственно говоря и есть в грубом приближение действия закона грешема когда люди стараются придерживать хорошие деньги и пускать в оборот плохие деньги и вот как раз это позволяет посмотреть несколько по-новому на на ландшафт конкуренции и взаимодействия многих видов денег в одной экономике потому что как то не смешно нужны и те и те биткоин это все таки средства в значительно большей степени средства накопления капитала и ни в коем случае не платежная система почему это не платежная система очень легко понять поскольку у нас при как бы ныне нынешних настройках протокола приблизительно семь транзакций в секунду проходит через через эту сеть в среднем и собственно говоря даже сама вот вот эта монетарная база то есть если мы просто распилим сейчас всю наличность биткоина на всех жителей земли получится кто может там 17 миллионов разделить на 7 миллиардов где-то 24 десятитысячных там 242 100 тысячных там и дальше еще что должно получиться то есть ну как бы это очень очень мало да то есть те люди у которых там сейчас десятки тысяч биткоинов они совершенно очевидно там не собираются не с кем делиться этой валютой даже учитывая там нашу крипто зиму 2018 19 годов они прекрасно понимают что биткоина на рынке больше не станет что инструментов с такими характеристиками финансовых на рынке мягко говоря не завались и как бы как только будет расти adoption биткоина среди финансовых учреждений как только институционалы начнут его использовать в качестве резервной валюты резервных денег соответственно мы как бы увидим значительное изменение стоимости его по отношению к доллару например с такими характеристиками ну сейчас люди пользуются биткоином для совершения каких-то платежей в том числе да и для торговли с китаем просто потому что и капитализация самой этой криптовалюты ну скажем так мизерная по отношению к общей денежной массе на планете и процент людей которые знают и могут и умеют использовать биткоин и вообще криптовалюты в своей деятельности он пока еще как бы очень мал мы находимся в начале довольно интересного пути в котором будет происходить масса интересных вещей потому что мы увидим как бы конкуренцию альткоинов вымирание основной массы тех же альтов да селекцию как бы вот тех криптовалют которые помогут людям реализовывать оптимизировать точнее их экономическую деятельность так что ну в принципе мы в очень интересные времена живем так кажется мы немножко прояснили моменты связанные с деньгами возможно у кого-то будут ремарки по поводу экономики денег криптовалют да конечно скажите вот вы сказали вот есть фиатные валюты да да все понятно то есть фиатные валюты у них есть некий фундамент да что является фундаментом любой валюты фиатной это прежде всего тот объем услуг и товаров которые производит экономика данной страны которая имитирует фиатные валюты нет да нет потому что как бы смотрите как бы имея ну вы как держатель гривны не имеете никаких четких гарантий то есть вы не являетесь стороной контракта обязательства передо мной с которым государство перед вами не имеет никаких обязательств поверьте ну как бы это игра в которой невозможно выиграть потому что с шулером невозможно играть и выигрывать вы можете быть частью государства и как бы получать таким образом выигрыш но представляя противоположную сторону вы всегда находитесь в проигрыше вопрос у меня немножко другой смотрите ну допустим вот есть доллар да да что определяет стоимость доллара прежде всего мощь экономики сша инфляция и темпы роста экономики сша нет нет ну вы можете собственно говоря как бы посмотреть просто на на характеристики не люблю это слово макроэкономические да сша сравнить их с колебаниями монетарной массы посмотреть на реальную покупательную способность доллара да и мы увидим что допустим вот значительным фактором является то что принципиально невозможно торговля американскими ценными бумагами за что-либо кроме доллара мировой рынок нефти и вообще энергоносителей существует в условиях расчета только долларом сша да но вот вот это и создает как бы ценность валюты да при том то что вот у этих бумажек скажем так условно кстати бумажек очень мало на самом деле в обращении я даже не до большинство из них вне сша у штатов существует огромный государственный долг да который сколько там триллионов сейчас девятнадцать девятнадцать триллионов которые очень сильно отличается вот там допустим внутренне внешнего долга украины потому что он номинирован в той денежной единице которую имитирует их центр банк да то есть грубо говоря для того чтобы погасить долги в долларе внешне фрс может просто имитировать девятнадцать триллионов долларов и раздать всем должникам и типа все мы еще не будем должны когда если бы фрс так поступил да это естественно сразу бы отразилось на инфляции в сша инфляция есть и я еще стоимость денег а как 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 производством товаров услуг темпами роста и инфляции да конечно но вот а что фундаментальной стоимости криптовалюты давайте закончим с долларом да вот вы помните курс гривни по отношению к доллару в тринадцатом году и сейчас а вот теперь смотрим смотрим на эмиссию девятнадцати триллионов долларов сша давайте возьмем просто для примера даже не стоимость экономики сша а просто оборот торговых площадок которые торгуют акциями в штатах это 30 триллионов долларов в год это просто акции публично торгуемых компаний это не вся экономика это не деривативы это не комодити это это просто акции да то есть грубо говоря стоимость ну вот вес долга сша в отношении их экономики составляют ну может быть там шесть семь процентов не ввп это ну как бы это такой сферический конь диаметр которого можно мерить очень по-разному да вот с японскими экономическими показателями все наверное в курсе да какая получилась неловкая ситуация как то так получилось что одни чиновники были заинтересованы в хороших показателях и сумели сумели убедить статистиков что вот надо правильно только посчитать и вот мы получим хорошие показатели все будут радоваться вот все радовались пока как бы эту схему не спалили простые сотрудники и как бы все об этом не узнали вот но на самом деле это происходит в абсолютно космических масштабах совершенно везде и вот как как бы мерятся там условно говоря длиной своего достоинства у государства вошло в традицию поскольку это их абсолютно ни к чему не обязывает методики этого расчета очень тяжело проверяются и как бы ну если мы посмотрим на реальное благосостояние то как на уровне домохозяйств себя чувствуют люди в этих странах обычно с ввп там очень интересные как бы получаются такие дивергенции вот допустим в советском союзе это же ввп прямо же зашкаливал то есть вот так прям как будто какие-то резвые кони его несли он лучше всех был на планете вот а жрать приходилось любительскую колбасу будь она не ладно вот поэтому как бы да так что собственно говоря с криптовалютами да каким образом создается стоимость криптовалюты не стоимость фундаментальная стоимость что лежит стоимость электроэнергии фундаментальной стоимости у биткоина нет он по счастью как бы вот его часто сравнивают золотом золото худшие деньги чем биткоин по той простой причине что вот золото есть товарная стоимость золото потребляется промышленностью из него делают там выводы микросхем зубы покрытия там церкви кроют этим самым вот да и в общем используют его там для украшений для чего не попадя вот кроме всего прочего у золото оно как бы мало месторождение его мало в сконцентрированном виде но если мы перейдем опять на золотой стандарт и как бы всю стоимость мировой экономики поделим золото да то есть ну во первых мы его не сможем использовать в промышленности будет слишком дорогое во вторых станут рентабельными методы его добычи которые до сих пор не использовались на секундочку в водах соленых мирового океана если кто-то не в курсе этого самого золотишка чистого растворено аж 4 миллиарда тонн что в общем намного 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 превышает то количество золота которое вот сейчас находится вообще хоть в каком-то обороте я не помню 210 тонн кажется сейчас всего на все ну как то в общем мало достаточно то есть его даже если свести в одно место то это будет и перелить в кубик то кубик будет там по моему со стороной метров 20 кажется вот то есть не очень большой 4 миллиарда тонн это несколько иной масштабы как только станет рентабельными его добыча там допустим из нерентабельных сейчас месторождений или или из морской воды или кто-то там значит очередной иван маск 3 подгонит на орбиту астероид из золотишка вот то в общем получится у нас как в гиперболоиде инженера гарри она когда там основная сюжетная линия включая то что гарри набрушил мировой золотой стандарт раздавая бесплатно жителям сан-франциско золото на улицах слитками качал там в неограниченных количествах из земной коры и таким образом обрушил всю мировую финансовую систему с биткоином этого просто не может произойти поэтому как бы его фундаментальную стоимость создают его фундаментальные характеристики то есть его редкость его делимость его компактность его транспортабельность а также то что его продон трудно стырить включая сюда естественно как бы и налоговые органы вот собственно говоря хороший пример того там пытаются показать это как недостаток но на самом деле люди вот воспринимают такие вещи как достоинство умер директор биржи квадрига cx канадской и унес с собой волгаву ключи от кошельков биржи и теперь никто не может получить доступ к этой криптовалюте все то есть ну типа жаловаться только васгард там при очередном сеансе связи и это ничего не выйдет кстати кто-то в битву экстрасенсов звонил я думаю интересно ну это как как в объявлении да там типа дорого на ему экстрасенса куда и когда звонить вы сами знаете вот соответственно как бы вот такие характеристики они настолько делают биткоин отличными от прочих деньгами что да они создают его фундаментальную стоимость в том в том числе кстати тяжесть затратность его добычи да тоже то есть не важно не важно просто то что чтобы добыть биткоин да нужно потратить достаточно большое количество ресурсов нет 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 у гривны у гривны на самом деле нет фундаментальной стоимости потому что как показывает практика у нас есть там кто там у нас был кубев да потом гонтарева и бах и в три раза изменилась стоимость гривны да что изменилось фундаментально в экономике правильно да а что у нас такого произошло не просто просто совершенно тупо допечатано было сколько то там миллиардов гривен наверное где-то пол триллиона скорее всего 300 миллиардов возможно биткоином подразумеваете все криптовалюты или именно сам биткоин сейчас рассказываю про его ценность рассказывая про биткоин я подразумеваю сам биткоин да потому что как бы уже допустим у эфира там расклад немножко другой да там допустим нет ограниченной добычи да там бесконечно хорошо тогда вопрос следующем зачем мне ценность биткоина если будет через н дней месяцев лет крипто доллар или крипто гривна это собственно говоря ваши риски ваше решение то есть рисков биткоине меньше чем крипто гривне я не могу вам сейчас вот один из слушателей поднимает вопрос ценности видите ли да мы мы уже как бы вот говорили о том что деньги это обменный товар да и и как любой товар количество предложения его на рынке определяет его стоимость относительно других товаров можем ли мы сейчас предположить в этом разговоре что крипто гривна будет иметь схожие характеристики в некоторых случаях поверьте поверьте как бы при наличии крипто гонтаревой крипто гривна будет иметь те же крипто характеристики хорошо шутки шутками но это не шутка совершенно страна будет иметь максимально удобный формат для выполнения тех задач которые поднимались и вами в начале разговора и михаилом а причем это все мнение подождите а причем здесь страны зачем на bitcoin биткоин нам собственно говоря нужен в качестве денег для осуществления экономических операций обменов вот ключевого момента обмена добровольных обменов его отобрать тяжело прям хорошо что мешает там это вот страны странные таможенные территории здесь абсолютно ни при чем для бизнеса они не являются как бы необходимыми да то есть 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 какие-то рогатки есть роли которые там выскакивают из под моста и требуют деньги и ну до определенного момента вы не можете им сопротивляться потому что они троллями являются сегодня да да а у вас еще а вам еще нужно работать зарабатывать и как бы не хватает вот бороться с ними то есть это точно так же как в организме существуют глисты ну вот да они заводятся потому что есть такая возможность да для них есть все что будет в будущем что будет называться государственными криптовалютами они не будут являться они точно так же не будут являться деньгами как не являются деньгами гривна почему потому что ну вот в качестве средства накопления я привел пример курс относительно доллара тринадцатого года курс относительно доллара девятнадцатого года это как бы совершенно друг 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 другой другая причина у меня другой вопрос а помните все жале 6 500 что это цена майнинга у биткоина сейчас как бы цена вот если посчитать его экономику да не не себестоимость просто количество транзакций и того что там вот за этими транзакциями стоит мы вполне можем упасть до полутора тысяч долларов за за биткоин и это будет нормально это это его цена реально нет его нельзя выразить цене электроэнергии по той простой причине что во первых меняются технологии майнинга они более энергоэффективными становятся во вторых если майнинг становится убыточным майнеры отключаются сложность сети пересчитывается и майнинг становится проще и он опять становится прибыльным вот поэтому это как бы flexible достаточно штука и собственно говоря как бы биткоин что что самое как бы любопытное он же не создавался как средство вот решения всех проблем то есть он создавался как резервная валюта насколько я помню разговоры шестого седьмого года обсуждалось вообще-то не не как бы electronic cash да как сатоши написал как бы статью вот но она была собственно говоря как заявочная да для для всей вот этой экосистемы просто на нее как бы все ссылались и electronic cash это то что вот люди могли использовать на этом уровне но биткоин просто в силу своих опять же фундаментальных характеристик не предназначен для наличных расчетов у у него слишком дорогой и слишком медленный блокчейн который сделан таким специально то есть это деньги для расчета между большими финансовыми кластерами это золото которым никто не платит за кофе пока что он таковым не является естественно у нас еще нет для этого инфраструктуры пока мы это золотишко вот как бы криптаны меняются и и все это развивают зарабатывают на этом какую-то денежку вкладываются в инфраструктуру и все это все это растет дакер нет нельзя потому что нет он он дело в том что он как бы фиатная криптовалюта они не построены на доверие они построены на кнуте то есть либо ты ими пользуешься либо тебя тюрма ждет вот то есть тебя никто не заставляет пользоваться тетером поэтому он не является фиатным да он деньги без принуждений он по сути дела является как бы свопом на фиатную валюту да и вот но но при этом как бы бессрочным и бесконтрактным к сожалению потому что тетер не обязуется поменять твой тетер на честные звонки доллар вот то есть да там есть как бы доверительный компонент но как бы вот только только все это не делает его фиатная валюта это делает его с точки зрения экономической теории фидуциарным средством платежа да то есть фидуцио это как раз и есть доверие вот но но это не фиатные деньги можно просто да конечно вы говорите что биткоин это ну задумывался как резервная система ну и тут же вы говорили про эффект что плохие деньги вытесняет хорошие деньги да это закон экономически то есть как бы здесь такое противоречие вижу что со временем количество транзакций в сети биткоин все будет меньше и меньше и соответственно какой-то момент это будет то есть биткоин себя изживет то есть если мы берем там золотой стандарт то есть государство вынуждены были отказаться от золотого стандарта для того чтобы платежная система удовлетворила потребности экономики а здесь как бы никто ничему не принадлежит и собственно говоря это хорошо и поэтому им будут пользоваться по той простой причине что вот как бы скоростные характеристики сети не вполне достаточны для того чтобы крупные финансовые кластеры сетлили свои позиции друг относительно друга в биткоине использовали его в качестве залога и и так далее да но как бы все вот эти операции они совершенно необязательно должны вот сразу уложиться прямо в блокчейн то есть технологии второго уровня мы уже видим сейчас у нас есть лайтнинг-нетворк да который уже в принципе достаточно неплохо работает и будет появляться как бы еще и другие второго уровня технологии технологии третьего уровня еще поверх этого потому что лайтнингом за кофе платить тоже неудобно и как бы более более того если вот все захотят открыть платежные каналы в лайтнинге да вот все население земли уверовало в то что вот лайтнинг это идеальная платежная система пошли эти фиатные валюты значит мы как бы проживем и без государства у нас тут как бы всех со всеми для того чтобы сделать ну ладно там не всех со всеми и просто вот как бы каждому жителю земли на какой-нибудь из хабов открыть платежный канал да это там 7 миллиардов транзакций при том что нам понадобится для этого там миллиард секунд при текущем текущей скорости блокчейна не получится не влезет все то есть мы не можем там ждать десятки лет для того чтобы просто у нас каналы пооткрывались вот поэтому как бы вот сейчас есть еще возможность биткоином попользоваться как таким электронным кэшем да он высоковолатильный пока он там находит свою позицию в экономике цена будет меняться его в очень широких пределах но как бы это часть часть идеи я должен сказать то есть как бы есть две секты основных это вот одна это будет только расти а другая будет только падать но это только секты реальность она всегда немножко в другой плоскости лежит да микрофон ближе вопрос этот уже обратно работает пока у нас не анархичные устройства не будет ли принужденность фиатных валют блокировать развитие криптовалют в качестве широкого использования ну во первых мы как бы вас основную часть времени мы живем в анархическом обществе потому что мы абсолютно добровольно следом как бы не писаным совершенно правилам мы отнюдь не соотносим с каждое свое действие с чиновником да и более того вот кто-то в этом зале прочитал весь корпус законов по которым он типа живет в этой стране и кто-то вообще в состоянии понять этот язык кажется я достаточно ярко продемонстрировал где мы живем да мы живем в анархическом обществе у которого есть паразиты скажем так но это на бытовом уровне но если это на это на любом уровне то есть та же самая анархия существует допустим между странами но на уровне бизнеса на уровне ведения точно так же ну как бы бизнес в основном регулируется взаимовыгодным характером сделок без этого просто ничего не работает любой человек который как бы занимается бизнесом как вот бизнесом да не получает деньги там не пилит госбюджет занимается производством каких-то благ которые он не в состоянии насильно всучить своему потребителю он существует совершенно как бы другом контексте он находит себе контрагентов которым он доверяет и бы действует в основном опираясь на их репутацию они на возможность пойти в государственный суд потому что как только дело доходит до государственного суда это однозначные убытки денежные временные ресурсные репутационные то есть ты уже попал с точки зрения бизнеса возможность обратиться в суд он ничего не решает в экономическом плане то есть несмотря на то что государство наказывает тех кто пользуется другими валютами помимо тех которые они объявили фиатными может быть спокойно пользоваться любими да ну собственно говоря мы это видели в 90-е годы когда действовал вот этот закон о валютном валютном обращении да то есть ну грубо говоря там обмен валют он крался в уголовном порядке но при этом существовала куча обменников все моментально там получив на работе какие-то купоны бежали и покупали доллары потому что как бы гиперинфляция и по-другому ну тупо не выживешь через месяц тоже там хочется что-то есть и надо было эти деньги как-то сохранять да поэтому ну просто как бы когда нет механизма подавления мы сталкиваемся с тем что просто как бы это игнорец но есть есть еще как бы переходные механизмы как это можно подружить с фиатными валютами и не обрушивать там все схемы сразу и вместе с тем как бы сделать криптовалюты частью частью экономики я еще следующие да вопросы будут в рамках дискуссионной панели которые мы начнем сейчас и и и и и и и и